Вы можете увидеть экран кастомизации, физически находясь под картой. С помощью такого нелепого трюка вы можете появиться на экране кастомизации у других игроков. Fallout 3 в микритоне есть... Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Никитун. И там целая серия роликов, называется «Безумные вещи за картой в играх». Это будет сейчас первая часть, поэтому если вам понравится реакция, поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы я знал, снимать ли дальше на следующую часть. Хотя бы будет сразу понятно. Понравилось вам или нет. А так давайте начнем. Первая часть, 18 Безумных вещей. За картой в играх. Поехали. Иногда в игре можно заврести на ту часть карты, на которую вам забираться нельзя. Очень часто это просто ломает игру. Вы куда-нибудь проваливаетесь, умираете или просто застреваете. Но иногда по ту сторону карты вы можете найти вещи, которые вызывают некоторые вопросы. Всем привет, меня зовут Никитун. Сегодня мы поговорим о самых безумных вещах, которые игроки находили за пределами карты. В разных играх. Приятного просмотра. Что вопросительный знак превратится в эту штуку. Судя по данным, которые... Ну это похоже на обычный гриб с Марио. Вы прошерстили фанаты игры. Это вырезанный из игры враг по имени КАК. И это единственный 2D враг в игре. В 3D игре. До сих пор неизвестно, что это за враг. Почему он бьется только Маккей Пикачу. И почему его вообще вырезали из игры. Потому что хотели добавить, а в итоге забыли вырезать. Кто его знает? Если вы забудете в рпг, то найдете рпг, парящий в воздухе. И что странно, это довольно рабочее оружие, которое можно задействовать в бою. Да, анимации и смены прицеливания. Гляньте. Скорее всего ее хотели ввести в игру. Но потом просто вырезали, так как она не вписывалась бы в общий сеттинг игры. И это... Вообще, я думал, в Call of Duty всегда есть всякие типа рпг. Довольно странно, потому что вы все-таки можете найти ее в игре и даже воспользоваться. Гораздо логичнее было бы просто вырезать элемент, который никак не задействован в геймплее. Но вы все-таки можете найти его в игре. Или, возможно, кто-то специально оставил рпг именно там, чтобы вы ее нашли. Конспирология. Кстати, насчет игр и прочего. И насчет того, что я наконец-то смогу покушать. Ну, вы понимаете о чем я, да? А Майни шо, покушает? Это что, молния? Или спорткар? Ты чего? Ты чего? Это же Kingston CS2500. А я не понял, что вы делаете в моем... Комплюктере. Вы что, хотите... Скорости? А вот эта малышка очень хочет ваш компьютер. А если вы еще и узнаете, что она разгоняется до 3500 мегабайт в секунду, вы поймете, что ее хотите уже и вы. Да вы сравните ее с обычным SSD в формате 2,5 дюйма. А теперь поймите, что никаких SATA кабелей не нужно. Дополнительного питания от блока питания не нужно. Просто вставил и уже работает. Так еще скорость загрузки приложений игр будет в разы выше по сравнению с обычным SATA SSD. Элементная база просто шикарная. Никакие перегревы не страшны. Так что, если хочешь добавить финальный, красивый штрих к своему компьютеру, этот SSD как раз для тебя. А ссылочка есть в описании и в закрепленном комментарии. Ищите его там. Так что, знаете, теперь ссылка в описании в комментариях. А мы продолжаем смотреть. Наконец-то я поем. Ну вы шарите. Автор покушает. Call of Duty Modern Warfare. Похожий момент также можно обнаружить и в Modern Warfare. Сперва вам нужно забраться на эту отрушенную стену, перепрыгнуть точно на край этой крыши, и теперь вы отчасти свободны. Просто подойдите вот сюда, и что же это такое? Это полностью рабочий пулемет времен Второй мировой войны. А, я вроде бы это видел в каком-то другом ролике, там еще под ним черепа вроде бы. По таким же непонятным причинам, как и РПГ из Advanced Warfare. Кстати, прикольно, что разработчики сделали отсылку на этот пулемет в ремастере 16-го года. Если вы вернетесь к Второй отрушенной стенке в начале, то увидите на краю крыши, на которую можно было умело припрыгнуть, яркий знак, который повещает о том, что поверхность скользкая. Пулемет, конечно, вырезали, но оставили забавную отсылочку. Да, это действительно забавно. Horizon Zero Dawn. Кто бы что ни говорил, но Horizon это клевая игра. Настолько клевая, что в ней тоже можно найти странную хрень за картой. Блин, кто играл PlayStation 4, ну именно Horizon Zero Dawn, напишите, стоит ли в нее поиграть. Просто часто на нее есть скидки, поэтому думаю, можешь как-то купить, попробовать поиграть. Вот я недавно Last of Us первый прошел только. Думаю, можешь пройти какие-то такие мастодонты игр, Last of Us, типа Horizon Zero Dawn, или Spider-Man, который выходил. Напишите, какие игры вот эксклюзивные по PS4. А то я многие эксклюзивные мимо себя пропустил. Хотя у меня есть плойка. Да, я такой вот странный. Я вообще мало играю в игры, на самом деле. Как можно понять, в чем-то есть какой-то загадочный водоворот. О, воронка такая. Кстати, она же должна вскоре на ПК выйти. И значит, люди узнают, что там. Потому что ПК, они взломают игру, пройдут сквозь все локации. Это интересно. А я напомню, что действия игры так же происходят с колоразом. Интересно, вы знаете потом в будущем, что там было? Очень странная штука. Если разработчики хотели, чтобы мы нашли этот водоворот, то почему не дают понять, что это? А если это ошибка, то довольно странная ошибка. Как в такой игре с многомиллионным бюджетом и категоричным отношением к деталям мог бы появиться такой баг? Игры Rainbow Studios. В играх от Rainbow Studios вы можете обнаружить довольно интересный Мотоциклики от разработчиков для тех игроков, которые решили отстраниться от привычного маршрута и поехать в какую-нибудь другую сторону. Если вы заедете слишком далеко, то вас просто жестко откинет очень далеко с характерным звуком взрыва. Это есть в MX vs ATV Unleashed Модорос Меднесс Модорос Меднесс АТВ Попрофилы Оооо, это все прикольно. Ну, это запахно, что собранно. Д ajaしい. В принципе, здесь нет ничего удивительного. Все мы когда-то проваливались сквозь текстуры. Но по этому пространству под текстурами вы можете увидеть вот это. Это очень странно выглядящая хрень. шляпа идентифицировали эту странную штуку как летающий торт с нарисованным лицом и натянутым цилиндром раньше под оригинальным видео оставлен комментарий который сейчас уже удален от некого греха маккелли это имя одного из художников который работал над инквизицией он признался в том что это он спрятал эту штуку под текстурой на самом деле это повелитель пирогов что конечно же является отсылкой на книгу уильяма голдинга почему дарил комментарий может разработчики заставили но это забавно в игре еще очень давно но только в последние годы и успешно зафорсили в интернетах если вы включите свободную камеру вот здесь то сможете рассмотреть вот эту постройку вблизи и найдем какого-то крипового чувака точнее криповую картинку с каким-то чуваком что это понятно что это вообще такое вырезанная часть и нужно повысить яркость геймеры склоняются к тому что это изображение одного из разработчиков сеге нори неси кавы наверно скорее всего так она есть не известно мне кажется сказать он так и есть вот 4 в думу 64 очень похожи с драгонейдж ситуация парень просто играл в думы когда он решил зайти в лифт он внезапно пропал и из-за этого он смог просто пройти через него и попасть в эту комнату с довольно забавным сообщением я хреново делаю карты хайло 2 чувак просто от души у него жопа сгорела думает бы не могу эти карты сложно довольно неплохо так меня напугал и дела два если запихнуть игрока вот в эту странную штуку с помощью какого-нибудь транспорта то он в него провалится и упадет в какую-то сферу после чего на небе появится просто огромных размеров спартанец и тут вполне логично от возникнуть вопрос какого хрена ну та моделька самого персонажа который падал окей он деле все очень даже объяснимо по каким-то причинам игрок проваливается в текстуру которая выталкивает его с уровня на самый верх он падает на орд ну смотрите я вам предложить это какая-то камера именно в плане она проецирует что-то на небо какой-то триггер в чё еще там может быть но это не знаю на что похоже но похоже знаете как триггер или камеру которая провоцирует какую-то фигню на небо типа skybox а вот ну хотя сказать я не знаю зачем skybox пихать маленьким в игре просто ни разу не видел такое в пешках может быть я ошибаюсь ты просто я ну знаю unreal engine cry engine немножко ну когда видел как них работают unity но это я вот такого момента не и чтобы на самой карте был skybox но это скорее всего ходите по но вере но это старый играл возможно как кастыль такой был цена все это кресло так и было да неплохая ошибочка в коде вышла сказать что там скорее даже не ошибка кастыль borderlands 2 эту штуку игрок нашел за пределами карты растяр цены ходясь под ней вы можете увидеть странную мигающую текстуру в этом корабле интересное здесь в том что на ней написано а именно отсутствующая текстура вы как и я могли подумать нормально для подобных вещей ситуация но не тут то было borderlands был разработан на движке андрил энджин и в нем есть стандартная текстура для всех отсутствующих это шахматная текстура а это в свою очередь значит что-то текстура была помещена туда специально разработчиками а мне кажется они так специально пометили ее хотя возможно и специально чисто троллинах она вряд ли они не похожи на троллина мигала может быть я загоняюсь это просто какая-нибудь ошибка в коде но очень странно что она вообще находится в таком недоступном месте по бутылфилд батлфилд 3 игроки обнаружили что если далеко отойти от края играбельной карты первой миссии синглплеерного батлфилд 3 то по каким-то причинам на землю а точнее в пустоту упадет вертолет все бы ничего но игрок может воспользоваться этим вертолетом при том что ни в одной миссии синглплеера игра не давала возможность пользоваться вертолетом вроде бы вообще да не давали не то что пользоваться вертолетом вроде бы вообще там не было воздушного транспорта в синглплеере я батл 3 проходил очень давно блин я уже не помню то такая была плохая графика или это просто playstation такая графика третьим было теперь вы сможете изучить это хорошая была графика интересную находку также еще безумнее было найти другую штуку из мультиплеера вы можете увидеть экран кастомизации физически находясь под картой с помощью такого нелепого трюка вы можете появиться на грани кастомизации у других игроков фоллоу 3 есть один человек который следит за порядком в этом мини городке его зовут стокгольм он постоянно находится в недосягаемой для обычного игрока позиции вы можете просто включить чит и вот такая лочка но это ткл это классический чит в беседзовских играх вот именно типа скарима фоллаута третьего четвертого но вообще блин моровинт вроде там тоже это работало вот так и еще помню у них смешной смешная тема была как убиваешь противника в ткл и он остается в той же позе в которой умер то есть он не падает там еще какая-то просто коллизии отключены это когда ты опять нажимаешь ткл он еще такой незабавно как же леха ему далее последует интересный диалог также примечательно что забраться сюда можно и без использования читов но это конечно же намного сложнее довольно прикольная пасхалка старая старая дом райдер 4 the last revolution когда вы скользите вниз по пирамиде хеопса и прогружается новый уровень вам нужно повернуться налево к обрыву мы видим что там есть платформа на которой можно приземлиться но к сожалению сделать это без помощи модов невозможно поэтому сохраняем здесь игру идем и качаем позиция на эдитар меняем позицию лары на платформу перепрыгиваем мы видим это издалека может показать это какая-то граблица ну или дом но подойдя поближе вы обнаружите вот это внутри покрыты какими-то странными текстурами похожими на какую-то статую вытягивающийся вверх я даже не знаю как это вообще обозвать жены дико интересно почему и зачем это здесь это прикол time splitters future perfect на уровне взлома проникновения будет момент в котором вам нужно хакнуть эту панель и если переключиться в режим от первого лица то можно наблюдать эту картину какая-то загадочная женщина нападает на этих вооруженных ребят а в этой сцене появляется какая-то комната в которой игрок никак не сможет попасть легальным путем вы можете только лишь смотреть на нее но зайти в нее вам не удастся пока вы не заполучите диск code breakers и не отключите с помощью него коллизию в игре после этого вы выйти за пределы считать такая находитесь и пролететь в ту комнату которую вы наблюдали на мониторе но сделать это необходимо до того как начнется то сцена загадочной дамой когда вы достигнете этой комнаты то сможете изучить ее со всех недоступных вам ранее ракурсов как только вы в нее попадете я уверен вам сразу в глаза бросятся бананы что они вообще-то делают кто-то явно хотел что-то против банана с помощью взлома игры некоторые игроки предположили что они являются целями для искусственного интеллекта но это не отменяет того что этот банан забавно в нашу книгу почему реально бананы что за игра и пескейп это часть палеозойской эры когда сони впервые представили за что за играл шок в целом это просто приятно ностальгическая вы ребята чтобы вы понимали первый геймпад который был с playstation первым он был без сосков этих без стиков это это был странный геймпад у меня такой был у меня первый геймпад был именно вот такой а потом помню когда playstation 1 мне второй геймпад чтобы вдвоем играть купили уже именно dualshock ооо такой классный столько можно было игр новых играть ну или металл геймпад поддерживал геймпад уже довольно интересно если здесь помощью бага подняться за карту то вы попадете в зону в которую быть не должны руки ездят машины и примечательно что у них заскриптованы функции убийства главного героя то есть скорее всего их просто вырезали из основной игры ну или просто разработчики против того чтобы вы бросались под машины наверно зельда зельда skyward игроки нашли спрятанный сундук сокровищами прямо недалеко от края карты вам всего лишь нужно подойти в следующем направлении из комнаты корей вы не надо будет поиграть в эту зельду произойдет следующее упал началось кэска вас чисто кэсочка на дескни запускается контр-страйк в контр-страйке можно найти одно интересное послание если включить ноу клип и вылететь за даст 2 то вы найдете спрятанное послание которое было память джонгу дизайнеров карт для контра страйка джонгу который разработал такие карты как сидж и докс к сожалению он умер в нулевом году и мне кажется это очень круто и оригинального вековечиво что-то наследие именно таким способом на круто вообще уважайте разработчику в нашем мире полным дизреспекта и неуважения потому что я не люди сейчас как-то друг друга вообще не уважают не считается с чужим мнением да и как-то плевать друг на друга хотели очень обидно что мы в таком обществе живем надеюсь вы ребята хоть кто-то из вас не такие надеюсь вы хоть как-то более гуманны что ли эх ладно чё-то я зашел в другую степь давайте дальше ролик про эмулятор и сама игра отключаем коллизию в начале игры проходим вправо через стену теперь сохраняем в игру в этой точке и выключаем далее загружаемся снова в той же точке добро пожаловать теперь мы в глюк сити если вам текстуре крашница то в этом городке вы сможете найти призрака глюк сити и довольно интересен тот факт что этот призрак похож на того который был в покемона x&y иногда вам даже получится чудо и в битву но ее имя настолько длинное что нам просто закрашивает игру но с помощью дополнительных хаков можно понять кто этот призрак на самом деле и это лидер корок который можно встретить позже в игре и это были самые безумные вещи которые можно было найти за пределами в разных играх какие-то из них добавили сами разработчики ну а происхождение других остается лишь догадываться но это все вы знаете мне кажется здесь этом логическое объяснение игры штуки то обязательно видос крутой очень интересно это первая часть не забывайте ребята если вам понравилось переходите на ссылку по ссылке на оригинал короче ссылка есть опять же в описании приходите ставьте лайк автору я ударил микрофон ставьте лайк автору пишите ему комментарии что он крутой он крутой действительно очень классный парень старается дико не нравится его видосы также нажимайте на его канале колокольчик и можете то же самое с моим каналом всем нравится реакции поставьте лайк напишите комментарий нажмите на колокольчик это очень поможет мне очень поможет моему канал и буду вам дико дико благодарен и кстати как раз лайки и комментарии покажут делать и дальше потому что всем не нравится то зачем а если нравится то я только рад говорится все ребята до скорых встреч всем удачки всем пока пока Продолжение следует...